Аэроклуб Только за этот год широкие крылья перевезли больше 20 человек. Доставка самолетом помогает выиграть время и зачастую дает жизнь. Медики называют это золотым часом. Трудовые будни – обычная среда Гагаринского аэроклуба. Директор Евгений Алексеев отдувается перед съемочной группой за весь коллектив из 22 человек. Идем не просто по взлетному полю. У этого клочка земли под ногами и шасси самолетов – особая история. Вот это одна из полос, с которой взлетал Юрий Алексеевич Гагарин. Так что это можно считать гагаринским стартом. Созданный в апреле 33-го аэроклуб поднял в небо Юрия Гагарина в 1955 году. Сейчас здесь не лучшие времена. Территория с частью великой истории нашей страны с воздуха больше напоминает заброшенную. Когда-то здесь трудилось порядка 200 человек, сейчас в 10 раз меньше. А на балансе три вертолета, из них в строю только один. А из трех самолетов рабочих два. Вот они наши лайнеры, наши грудяги. Ну то есть есть какая-то зарплата у пилота? Конечно, конечно. У обслуживающего персонала? Да, да, да. То есть санавиация компенсирует затраты и услуги на, будем так говорить, обслуживание техники. Это средства областного бюджета. Основная часть доходов – это прыжки с парашютом. На сайте указаны все виды услуг клуба и расценки. Как говорит Евгений Алексеев, в среднем в клубе совершается до 3000 человек прыжков в год. Но, к примеру, на ремонт самолета сейчас требуется 6 миллионов рублей. Также аэроклуб имени Юрия Гагарина входит в систему ДОСААФ России. Это тоже часть финансирования. Да, оно есть государственное. Мы готовим до сих пор курсантов для ВДВ. Это стрелки-парашютисты и водители-парашютисты. Мы готовим их под призыв, поэтому это финансирование идет по линии Министерства обороны. Понятно, что его недостаточно. Там есть какая-то сумма, вы ее знаете? Да, это порядка 300 тысяч на призыв. То есть это порядка 10-15 курсантов мы выпускаем. Это раз в год? Раз в полгода. Потому что у нас два призыва. Первый космонавт планеты Юрий Гагарин учился здесь прыжкам с парашютом. Здесь же осваивал управление самолетом. Сейчас тут осталось одно более или менее приличное здание. Но оно построено гораздо позже его обучения. Под тонким слоем пыли фотографии ранних лет жизни Гагарина. Вот детство и юность. Вот период учебы в индустриальном техникуме. Вот его самолет. А вот современная коробка для пожертвований на продолжение истории клуба. На пути к взлетному полю необычный бюст Гагарина установлен на уровне пояса, чем и знаменит. Все вот так вот встают с Юрием Алексеевичем. Вот. Фотографируются. И все фотографируются. То есть это тот самый памятник, который объединяет людей, объединяет поколения. Все вышеперечисленное – это та картина, что открылась бы перед Вячеславом Володиным и Романом Абрамовичем, если бы они посетили аэроклуб в рамках своего недавнего визита в регион. Абрамович предложил проводить в области фестиваль малых аэроклубов международного формата. Он предложил, чтобы в день исполнения 12 апреля проводить показательные полеты представителей малых аэроклубов европейских, разных стран, мира. И в этой связи вы должны осознать, какая ответственность ваша на вас. Вы осознаете метод для властного участия в проекте. Причем ежегодно. Готовиться надо будет от начала и до конца. А потом готовиться, как только ваши коллеги разлетятся по разным сторонам. Вот о чем. Понимаете? Чтобы все ваши коллеги, пролетая мимо, залетали к вам и опять-таки соприкасались с чем? С памятниками. Почему мы говорим, что памятник даже не проживает? Мы же ее затоптали в основном сами. Руководство аэроклуба находится в прямом подчинении главы саратовского филиала ДОСААФ. Директора Сергея Щукина оказалось застать на рабочем месте нелегко. На телефонные звонки руководитель тоже не отвечал. Что вы хотели? Мы хотим поговорить с Сергеем Викторовичем Щукиным. Сергея Викторовича нет сейчас на месте. Будет, но позже. Когда время, я вам сказать не могу, потому что это руководитель. Мы просто по тем телефонам, которые указаны на сайте, звонили. Нас этого не брал трубку. Я на месте сижу. Я не знаю, почему вы не могли бы звонить. Вот я сижу, по телефону разговариваю, общаюсь. Здесь все телефоны, у меня меня ТС. Он мне сейчас звонил, сказал, что скоро будет. Скоро, понятие растяжимое, потому что время 4 часа. Я в 5 часов уйду. Будет ли он, приедет ли он к этому времени, я не могу вам сказать. Это руководитель, поэтому как бы. В самом аэроклубе к финансированию со стороны и приземлить на Гагаринскую полосу хоть весь мир готовы, ссылаясь на опыт прошлых лет. С 13-го года мы ежегодно проводим 2, а то и 3 турнира по парашютному спорту и по вертолетному спорту, популяризируя это дело. Приезжают люди с разных уголков нашей страны. Крайнее время приезжают даже гости с Казахстана. Наши соревнования растут. На стене в здании висит студенческий проект развития этого клуба. Его создала любительница прыжков с парашютом. Учитывая расценки на все, что связано с небом, цена вопроса 450 миллионов рублей. Видимо, для того, чтобы реанимировать то место, где планета обрела крылья, потребуется не меньше.